У канатов показали, бам, ушли, бам, бам, ударили. Имитируем в сторону, имитируем назад, имитируем вверх. Тормозят, зависают и не могут ничего за ним делать. Многие вещи, которые сами собой подразумеваются и которые вы должны прийти, они не съездят. Привет, бойцы! Меня зовут Антон. Многие испытывают трудности с ногами. Многие не просто трудности, а тормозят, зависают и не могут ничего с этим делать. И прямо голова взрывается, что, как, непонятно. Сегодня для вас видео о работе ног. Будет два видео, одноименные, разноименные. И, в общем, пройдя эти уроки, вы сможете стать намного лучше. Поехали! Здесь у нас пять таких левелов. Самый первый. Мы становимся фронтальную стойку. Спокойно. Нигде не торопимся, нигде не ускоряемся. Не смотрим на технику, смотрим только на координацию. Когда у вас координация получается, вы можете добавлять технику. А если вы будете добавлять технику, координацию, силу, скорость, ничего не видим. Поэтому, если у вас проблема с координацией ног, пожалуйста, работаем над координацией ног. Убираем все остальное на второй и третий план. Начинаем. Два скачка на одну ногу, два скачка на другую ногу. Так. Как будто мы прыгаем на скакалке. То есть спокойно. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Переносим весь тело с ноги на ногу. Чувствуем баланс, никуда не падаем. Не прыгаем очень далеко. Прыгаем здесь, под собой. Раз, два. Дальше представляем, что у нас в руке такой маленький молоточек. И мы должны ударить ним. Там по клавиатуре, по стене, не знаю. Спокойно. Руки держим здесь. И когда приземляемся, в этот момент бьем. Там, там, там. Чувствуем момент приземления. В этот момент бьем, бьем, бьем. То есть у вас грубо говоря, звук удара здесь. И в этот момент должен быть одинаково, синхронен. Раз, два. Все просто. Супер. Это получается? Немножко дальше начинаем бросать руку. Опять же, это не удары. Это просто бросаем руку. Бросаем руку. Бросаем руку. Уже понимаем, что к чему. И начинаем их делать уже технически правильно. Спокойно. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Здесь опять. Вот этот момент. Пам. Это синхронен. Здесь. Дин, два. И добавляем удары снизу. Добавляем боковые. Такая спокойная работа. Это во-первых, уровень. Второй уровень. Мы со своей фронтальной стойки переходим в бою. Это делается плавно, то есть спокойно. Прыгаем, мы становимся в боевую стойку и возвращаемся обратно. Я правша, я иду в эту сторону, левша идет в другую сторону. Но начинаем бить одной рукой. Не бьем двумя. Когда мы прыгаем на левую ногу, я бьем левую. Один. Опять же, я представляю молоточки эти. Оп. Оп. Все спокойно. Оп. И вот я уже в боевой стойке. Иду, бьет, бьет. Бью, бью. Возвращайся обратно. Бью, бью. Выходит, начинаю поплавно выкидывать руку. Уже так, похоже на удар. И когда это получается, делаем все в сторону. Это была левая рука. То же самое делаем с правой. Когда идем на правую ногу. Справой. Правой. 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 И это же делаем с боевой стойкой. Но, когда вы идете назад, вы делаете скачок. Здесь, если ошибка, вы не раздраживаете корпус. Выбросили. 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 Как это выходит, вы уже включаете технику. И начинайте правильно все делать. То есть, когда идете назад, у вас четко, четко удар. 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 Опять же, есть люди скажут, вот неправильно. Бам. После этого еще два скачка. То есть, рука на это месте. Да. Это неправильно. Если вы будете боксировать так. Но, если вы будете отрабатывать координацию, если вы будете учиться так, это нормально. Многое в обучении делается не так, как в боксе. Не так, как в бою. Это вас приблизит к нормальной работе. Вы должны видеть, что вы будете четко и координационно. Третий уровень у нас такой. Мы делаем по два движения в сторону. Получается у нас раз-два. Раз-два. В этот момент вес переносит на ту ногу, в которую сторону уйдете. Бам. И здесь я метирую удары. Вот таким кругом. Вы можете делать, как это будет у вас получаться. Не обязательно так, как у меня. Но смысл такой. Раз-два. Раз-два. То есть у вас, опять же, синхронно. Вот в этом моменте вы делаете скачок. Приземление. Спокойно. Дальше мы начинаем. Например, прямой боковой. Прямой боковой. Прямой боковой. Прямой боковой. Прямой боковой. И когда это уже получается, то есть вы приближаетесь к нормальной работе, чувствуете, что у вас получается синхронно все и так далее. голова уже не тормозит так сильно включаете настоящий удар это четыре уровня, но которые уже максимально похожи на то, что вы делали в бою то есть у вас здесь может быть заскок с ударом, заскок с ударом у канатов показали, ушли, ударили то есть здесь ваша работа, здесь работа на отходах здесь работа в атаке, то есть вы эти все вещи делая уже проходите много этапов работы которая реально будет в бою и последний пятый этап, это когда мы делаем такую разножку, но не очень большую, не делаем так, не делаем далеко очень важно, здесь синхронизируем тело и ноги, про руки не думая то есть мы должны поворачиваться вот так, понимаем, потому что это одноименный здесь удар, здесь удар, здесь удар, здесь удар, можно так начать, как я показываю а после этого уже начать делать вот таким образом и опять же имитируем, 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 имитируем выходит, имитируем в сторону имитируем назад, выходит это, но опять же, я делаю немножко быстрее вы можете делать спокойнее, и вы не можете, вы должны делать спокойнее спокойнее, а после этого уже начинаем пить удары настоящие и вы уже монстры, вы уже красавчики вот такие вот 5 level up, которые вам нужно пройти, чтобы научиться хорошо работать под наименными скачки, моя вариация, один из вариантов, который вас приблизит к работе на отходах, в атаке, пониманию момента нанесения удара с моментом падения вниз и так далее то есть многие вещи, которые сами собой подразумеваются и которые вы должны прийти они здесь есть, просто это нужно научиться делать, понять, дышать, быть расставленным, делать все, как будто вы это должны делать 3 минуты, не уставая, то есть не должно быть, чтобы вы сделали минуту или 30 секунд а уже больше делать не можете, подбираем ритм такой, чтобы вам было комфортно, удобно чтобы вы могли освободить голову, ближе к автоматизму это приближалось и после этого усложняйте, усложняйте, усложняйте и все будет так, все будет супер, если вы будете делать все правильно с вами был Антон, надеюсь, что видео вам понравилось не пропускайте, будет следующее видео про работу разной и главным и если вы будете делать эту тренировку и следующую, которую вы увидите вы будете становиться еще лучше, еще красивее и будете настоящий бокс приносить уже в ринге, не только в обучение, но и в ринге будете показывать им мастер-класс с вами был Антон, не забывайте поддержать меня, надеюсь, у вас все хорошо, до встречи, пока